В последние пару дней у маме химчан внезапно завладели тюльпаны. Сейчас дождь, поэтому в сквере юбилейном нет народу, но в обычные дни вы могли бы здесь встретить людей, которые деловитые с азартом выкапывают тюльпаны. Результаты этой деятельности вы можете увидеть сами. Скверы и парки только открылись, но и красные ленты по периметру не смущали химчан. Тяга к прекрасному побуждала нарушать рекомендации властей. Накануне произошло настоящее нашествие на клумбы округа. На этом видео люди, дисциплинированно надев маски и перчатки, беспощадно срывают букеты, а некоторые и орудуют лопатами. Причем орудия труда самые находчивые позаимствовали у дорожников, которые ремонтировали мостовые неподалеку. Такое положение вещей, конечно, взволновало местных жителей. А что вы снимаете? Вас снимаем. И что? Это ваша? Ничего. Это ваша кумба, да? Нет, это не наше. Я просто здесь вот работаю в кафе. Мы все время смотрим, как тут красиво цветет, а сейчас отвезти нечему. Видео от жителей моментально попало в распоряжение объединенной дирекции парков. Мы скинули, мы сразу быстро подошли, отреагировали, но людей ничего не смутило. Только проезжающий мем патруль полиции испугнул их. Побросали все, и луковицы тюльпанов, и сорванные цветы, и лопаты, и вот прям растворились. Однако один момент все же настораживает. Как можно заметить на этом видео, людей немало, и они абсолютно не скрываются. А не обычные ли это работы по украшению округа? С этим вопросом мы позвонили в комбинат по благоустройству и озеленению. Оказалось, его сотрудники и правда проводят плановые работы по удалению луковиц тюльпанов. Растения отсвели, поэтому их заменят гортензиями, бегониями и розами. Но активное участие простых жителей в планы сотрудников не входило. Если жители рвут, соответственно, тюльпаны без луковиц, нам потом это сложнее их вытаскивать и так далее. Это накладывает некий отпечаток на комфорт нашей работы. Пытались их сажать, как бы, кто-то там где-то позволяли, сказали, ну все, сорвите его, то уходите, пожалуйста, просто хоть как-то повлиять на них. Потому что не хотелось не пробегать к вызову правоохранительных органов и так далее. То есть, ну вот, было все. Потом они пришли уже и со своими локациями, и пошли на какие-то другие клумбы. Это вообще какие-то безумные обороты принимало. Сотрудники комбината настоятельно просят не мешать работам. Если очень нужно, они сами отдадут луковицы растений, так как они предназначены на выброс. А более сознательные химчане могут не переживать из-за утраты живописных клумб. Уже с начала следующей недели начнут высаживать новые цветы, которые будут радовать жителей до конца лета. Ксения Брагина, Алексей Сыченко, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.